МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии лета, наверное, вы проводите очень много таких профилактических мероприятий, связанных именно с этой темой. Насколько она актуальна, скажите, пожалуйста? Действительно, тема актуальна. К сожалению, на сегодняшний день продолжается тенденция в Республике Беларусь рост числа преступлений, посягающих на половую свободу и половую неприкосновенность несовершеннолетних. Мы понимаем, что информация о таких преступлениях зачастую поступает от родителей. Сами родители, дети не хотят говорить об этой интимной теме. Она замалчивается, она носит латентный характер, скрытый. Поэтому зачастую она поступает именно уже от медиков, когда имеются какие-то последствия, либо когда сам ребенок совершает какое-то правонарушение. Но, естественно, как и многие иные правонарушения, эта сфера преступлений постепенно перешла в сеть интернет. Поэтому наша святая обязанность – это соблюдать и видеть то, о чем не хотят говорить дети. Ну и проводить разные беседы, скажем так, наверное, в коллективах детских. А именно вот этим мы сейчас и заняты. Именно так. Мы сейчас в преддверии каникул выступаем во всех детских учреждениях, среднеспециальных учреждениях, в местах концентрации несовершеннолетних, где доводим вот эту тематику. Какие вопросы и проблемы видят правоохранительные органы в сфере половой неприкосновенности подростков? Есть ли какие-то основания для тревог, для опасений? Как я уже обозначил, скрытость этой темы, где-то ее замалчивание определенным образом не только детьми, но и самими родителями, конечно, вызывает определенную проблему. С учетом совершения ряда преступлений преступниками в сети интернет, появление таких явлений, как груминг, большого количества преступлений, связанных с распространением порнографического контента, настраивает нас на новый лад работы, который направляет нас применять новые методы, новые приемы выявлений преступлений и изобличений преступников. Это скорее не повод для тревог и опасений, а скорее повод нам вместе с другими субъектами профилактики принять дополнительные меры, мобилизоваться, привлечь на нашу сторону, естественно, родителей, естественно, медиков, естественно, учителей и всем вместе максимально выявлять эти преступления. Вот вы уже несколько раз упомянули такую специфическую терминологию, с которой многие, наверное, взрослые знакомы, но все равно не все. Груминг – это что? Чтобы понимать, о чем мы сейчас говорим. Груминг – явление, которое получило распространение последние годы в сети интернет, оно связано с назойлями ухаживания. Ну, вообще, если перевести на человеческий язык, конечно, это ухаживание животным за животным, одним за другим животным, ухаживание, обхаживание животным. С точки зрения преступности, груминг – это преступник, находящийся в сети интернет, регистрирует анкету. Как правило, регистрирует анкету фейковую. То бишь, перед подростком будет анкета точно такого же несовершеннолетнего, как и он, может, 13, 14, 15 лет. Постепенно происходит общение. Постепенно происходит дальнейшее вовлечение его, затягивание в это общение, заинтересованность. Они, как бы, становятся на одну ступень общения. Постепенно грумер выманивает неинтересующему информацию, выманивает фотографии, видеоизображения, ну и в последующем использует это в личных целях. В какой-то ситуации это может привести к распространению поранографических материалов, в какой-то ситуации к развратным действиям в отношении несовершеннолетних. В самых серьезных случаях это может привести к совершению тяжких преступлений, насильственных действий сексуального характера, ну зачастую даже и банального вымогательства той информации интимной о подростке, которая получена таким преступным путем. Но реальная цель грумера – это сблизиться с несовершеннолетним, войти его в интимную сферу своих низменных преступных интересов. То есть, проще говоря, груминг – это когда преступник под, скажем так, видом подростка в сети. Под личиной подростка, да. Втирается в доверие к другому ребенку, выясняет там, например, какие-то увлечения, втирается в доверие, подробности личной жизни. Подробности личной жизни, именно так. Не общаются как друзья, он постепенно втирается в доверие, становится хорошим другом, и уже будучи таким хорошим другом, начинает выманивать личную информацию, фотографии, например, неприличного содержания, ну и впоследствии может использовать их для шантажа либо для других преступных действий. Какие еще преступления, может быть, как выглядит статистика преступлений против половой неприкосновенности подростков? Как я уже сказал, на сегодняшний день в республике наблюдается рост этих преступлений. Всего зарегистрировано за первый квартал 291 преступления. К сожалению, на треть в республике увеличилось количество жертв этих преступлений. Касаемо нашего региона, у нас зарегистрировано 60 преступлений, в том числе 23, относящиеся к категории тяжких, особо тяжких. Ну, чтобы мы понимали, тяжкие, особо тяжкие преступления, это преступления, за которые предусмотрено наказание свыше 6 лет лишения свободы. Количество потерпевших также, к сожалению, выросло. 37 у нас потерпевших, в том числе из них 23 – это женского пола, в том числе 25 – малолетних. Какие преступления относятся? Ну, многие преступления у нас на слуху, мы понимаем прекрасно, что это тоже изнасилование, те же насильственные действия сексуального характера, но мы преломляем это на нашу категорию, на нашу уязвимую категорию. Это несовершеннолетние и малолетние. Малолетние – это лица, не достигшие 14-летнего возраста, несовершеннолетние – это лица мужского и женского пола до 18 лет. Но применительно к отдельным статьям у нас в том числе учитывается 12-летний возраст подростка, с учетом, что мы понимаем, что до 12 лет подросток не может своими действиями руководить, и любые действия по отношению него совершаются как вопреки его воле, вопреки его любые действия, абсолютно. И уже расцениваются как совершение тяжкого, особо тяжкого преступления. Связан ли этот рост с распространением информационных технологий? Безусловно. Но скажу, что в первую очередь рост преступлений связан, наверное, с более активной работой правоохранительных органов в целом. То есть не обязательно, что стало больше преступлений, стало больше раскрываемости? Именно так. Мы не говорим о том, что какие-то факторы криминогенные усугубились, наше общество стало более криминальным, хуже мы стали жить никоим образом. Я и в целом система университетного дела видит, что более активно мы начали работать. Мы перестроились. Мы перестроились с учетом изменения законодательства в 2021 году, когда, по сути, ряд противоправных действий были декриминализированы. Допустим, просто факты хранения порнографии. Они перешли в административную плоскость и наказываются в административном порядке. В то же время мы активно сейчас выявляем распространение порнографического контента несовершеннолетним. Изготовление порнографии с использованием подростков. Эти факты все находят отражение в сети интернет, распространяются через мессенджеры, через социальные сети. Мы это отслеживаем, выявляем. Ну и в последующем наши коллеги из Следственного комитета дают правовую оценку. А что можно сказать о санкциях за насильственное действие сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в отношении малолетних? Какие здесь у нас? Вы уже сказали, что есть категория особо тяжких преступлений, за которых ответственность остается свыше 6 лет лишения свободы. Какие еще есть санкции? Санкции серьезные. Я считаю, что это абсолютно правильно. И выступая в последнее время во многих коллективах, наши граждане очень поддерживают такие, именно такие, ну, не скажу жесткие или жестокие, но соразмерные и адекватные санкции. Допустим, за совершение изнасилования в отношении несовершеннолетних предусмотрено наказание до 13 лет лишения свободы. За изнасилование малолетней до 15 лет лишения свободы аналогичные санкции за насильствие действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и малолетних тоже до 13 и до 15 лет лишения свободы. И практика показывает, что эти санкции применяются. Буквально позавчера состояло судебное заседание в отношении одного из фигурантов дел, который совершил в январе этого года в центре города, по сути, напав на девочку и совершив насильственные действия сексуального характера, ему было назначено наказание, насколько мне известно, 12 лет лишения свободы. То есть это довольно серьезный срок. Серьезный срок. И я думаю, все общество заинтересовано в максимально долгой изоляции от общества этих правонарушителей. Если ребенок стал жертвой насилия, как это распознать? Ведь Вы уже сказали, что родители, как правило, не очень хотят обращаться, если даже есть такая проблема. Но как им себя вести и как понять, что с ребенком что-то случилось? Даже если они не хотят об этом распространяться. Родители должны быть очень внимательны по отношению к детям. Есть много признаков. Есть признаки, естественно, физические, которые мы увидим, начиная от кровотечений, побоев, синяков и прочих. Есть признаки изменения личности, изменения мотивации, поведенческие признаки в коллективе, в том же классе, дома. Элементарно, допустим, ребенок никогда не хотел мыть посуду или готовить, а может резко переключиться. Может появиться у ребенка излишняя сексуальность. Тоже на эти вопросы нужно. Кто-то замкнется, кто, наоборот, станет излишне раскрепощенным или крайне осведомленным о всех вопросах сексуальности несоразмерно своему возрасту. И обнаружив даже малейшие признаки изменения поведенческого подростка, необходимо первое – это крайне серьезно к этому отнестись. Постараться максимально выслужить, сопереживать, стать с ребеночком, как я уже, может, повторюсь, на одну ступеньку, быть искренним, говорить только правду, но, естественно, максимально быстро принять все необходимые методы и меры. Вплоть до дальнейшего обращения к органу внутренних дел, к психологу, обращение в социально-психологический, педагогический центр. Там у нас существуют комнаты дружественные детям, где профессионалы выслушают и действительно установят истину конкретной какой-то критической сложной ситуации. А как общаться, чтобы не навредить вообще ситуации? Конечно, самое главное, как я сказал, это не поднимать панику, ни в чем не обвинять ребенка, ни коим образом не запугивать. Ну, для того, чтобы не навредить, я все-таки советую, даже мы, сотрудники правоохранительных органов, с учетом, что мы, конечно, с этим сталкиваемся, мы все равно поручаем эту работу профессионалам-психологам в этой ситуации, потому что мы понимаем, какая это категория детей, детей, даже любые наши методы, даже громкий тон разговора какой-то повышенный может навредить, ребенок может замкнуться, и от этого пострадает и психика ребенка, и, естественно, пострадает общее дело. Преступник не будет найден, не будет наказан, и в последующем самый главный принцип неотвратимости наказания не будет соблюден. А дети, как правило, скрывают, что с ними такое произошло, и кто это был? Как правило, сразу да. Сразу да. Ну, наверное, надо найти к этому ребенку вот этот ключик. Ключик, чтобы он раскрылся, чтобы он правду рассказал, показать, что это абсолютно не стыдно, это абсолютно правильно все рассказать. Рассказать ему значимое того, что надо вот все про этого дядю рассказать, всю правду, что он поступил крайне неправильно с тобой. Какие государственные органы сегодня занимаются проблемой обеспечения половы неприкосновенностей детей и подростков? Ну, вот, например, кроме правоохранительных органов. И насколько эффективно выполняется все это? Я думаю, что вся система, согласно нашего законодательства, построена очень правильно. Это и государственные органы в сфере управления образованием, в сфере управления здравоохранением, органы опеки и попечительства, которые контролируют вопросы усыновления, в том числе, и органы, как контролирующая занятость. Это те же наши обязанные лица, которые должны работать и заниматься воспитательным, воспитанием детей, ну и, естественно, правоохранительные органы, весь блок правоохранительных органов, и милиция, и прокуратура, и следственный комитет, и суды, которые ставят крайнюю точку именно в вопросах изобличения преступников за совершение преступлений. Как родителям говорить с детьми об этой проблеме в плане профилактики? Не уже когда, уже по факту свершившегося какого-то преступления, а до того, чтобы ребенок не стал жертвой. Что и как говорить ему? Самое главное, Наталья, скажу, это говорить. Во-первых, говорить мы прекрасно понимаем, что ребенок – это сосуд. Если мы этот вакуум не заполним какой-то информацией о поведении в общественном месте, как себя вести, определенные меры безопасности, что находясь в центре города, если за тобой идет русло с дядей, можно надо поменять маршрут. Если он близко приблизился, есть опасность. Элементарно не бояться закричать. В плане сексуальности, естественно, мама должна все девочке рассказать. Не расскажет она, расскажут подруги, расскажут что-то неправильно, что-то неверно, что половую жизнь можно начинать, наверное, и в 14-15 расскажут, а это не так. Какие-то медицинские, генигнические вещи. Главное – разговаривать. Разговаривать, доведить, уделять самое серьезное внимание вот этим проблемам и этим вопросам. Я думаю, что тогда вективность подростков будет намного ниже. Спасибо огромное за участие в программе. Напоминаю, это была программа «Актуальность». Сегодня мы говорили о половой неприкосновенности подростков. Оставайтесь с нами на телеканале «Беларусь-4 Гродно». Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин